В эфире Гарри Маркелов у нас сегодня дейтинг-коуч, единственный в Соединенных Штатах мужчина, который стоит на стороне женщин. Дейтинг-коуч или специалистов по знакомствам много, но в основном, как мы выяснили в нашей программе, это женщины, которые, естественно, имеют склад ума женский и защищают, понятно, женщин. Но вот Гарри Маркелов мужчина, но защищает он тоже женщину. То есть интересная концепция. Сейчас мы об этом поговорим. Любовный треугольник. Это всегда было, это всегда есть и всегда, вероятно, будет. Но мы сейчас говорим о том, что время-то у нас проходит. И время течет очень быстро, меняются, квантовые переходы. Чего только у нас нет. Давайте я, так сказать, вот сейчас я на экране, а то вот Гарри там ходит туда-сюда, а я вот сижу в креслице. Так вот, ну давайте представимся на всякий случай. Майкл Медеков меня зовут. Мы находимся в центре Сан-Гейтс, на территории центра Сан-Гейтс. Сейчас 9 часов утра в городе Чикаго, 10 часов в Нью-Йорке, где проживает Гарри Маркелов, и 7 часов утра на западном побережье, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, в Москве. Вот сейчас 5 часов вечера. Ну и поскольку все быстро проходит, когда-то были такие клубы, сам когда-то, нет, не ходил, но тем не менее, они были. Тем, кому за 30, тем, кому за 40, сейчас уже этих клубов, как бы, может они и есть где-то, наверняка есть, но уже цели-то другие. Почему? Потому что знакомства, которые были в этих клубах, или туда приходили, с какими-то своими целями, естественно, уже все переместилось в режим интернет-вещания. То есть, имеется не вещание, а в интернет-знакомство. И созданы огромное количество всяких электронных свахи есть, и знакомства, и так далее, и так далее. И люди на пропалу и знакомятся, намного проще. Более того, они там не только знакомятся, а делают еще многие каких-то разных таких вещей виртуальных. Но потом есть шансы, и, кстати, и таких немало, и у меня таких есть, но огромное количество случаев, когда люди после интернет-знакомства создают себе семьи вполне счастливы, благополучны, и надо додолжны. Это все в порядке, все нормально. Но давайте мы поговорим с самым главным человеком сегодня, с аспектариком, который нам все сейчас об этом расскажет. Начнем мы, во-первых, Гарри, здравствуй. Приветствую, Майкл, здравствуй, очень рад тебя слышать. И видеть, я тебя вижу. Не видеть, да. Ну вот, давай все-таки мы с тобой начнем не с виртуальных знакомств, а давай мы с тобой начнем с реальных знакомств. Рассказывайте, пожалуйста, Гарри. Мы уже перешли на «вы», как я понял. Я все приветствую, здравствуйте. Да. Я опять же говорю, что я живу здесь, в Нью-Йорке, и помогаю женщинам становиться счастливее, и хорошо понимать мужчин. Ну, как-то реальное знакомство происходит. Ну вот, например, такое. Я прихожу в супермаркет. Я любитель острых соусов, например. Вижу, смотрит женщина, тоже смотрит на острые соусы, тоже выбирает. Я к ней подхожу, например, она мне понравилась. Я говорю, какой вы соус предпочитаете? Скажите, ну вот, какой-нибудь из них, какой у вас? Она мне спрашивает, какой вы больше любите? Такой обычный, немножко тяжелее, потом еще тяжелее, острее, вернее. Я говорю, ну, я люблю такой, полуострый, полу такой. Он говорит, ой, я тоже такой люблю соус. И когда заводят такой разговор между мужчиной и женщиной, сразу находится что-то общее. И дальше я смотрю на нее. И как я в прошлый раз говорил, что мужчина, когда смотрит на женщину, он определяет, какую категорию он ее положит. То есть, или категория такая, значит, серьезные отношения, я с ней хочу дальше иметь дело, или просто так, просто пообщаться, ну, там, секс там и так далее. Вот так. Вот, то есть, две категории. Третья не дано. Третья есть, конечно. Это то, чтобы послать ее, ну, и с ней дело не общаться вообще. Послать ее в сад. В сад, да, в сад. В сад. Ты знаешь, две вещи. У меня есть приятель, который в общении с дамой одинокий. Он всегда образно это говорит. Ну, мы общаемся, общаемся, а потом мы переходим, как он называет, горизонтальное положение. Общение в горизонтальном положении. Это первое. А второе, вот то, что ты говоришь про соус, мне напомнил старый анекдот. Ну, наверное, многие знают, ну, очень старый анекдот, когда, там, салун, дело происходит, там, в комбойские времена, и, там, Джон и Мэри на пороге салуна. И вот Джон хочет с ней познакомиться, и все не знает, как. И вот он едет на лошади. Он решил покрасить хвост лошади в зеленый цвет. Ну, а идея какая? Мэри выйдет на порог и спросит, Джон, а чего у тебя хвост лошади зеленого цвета? Он скажет, Мэри, к чему эти условности? Идем, переспим. И вот так он, хвост, потом саму лошадь, потом он думает, ну, сам покрашусь. А она все не спрашивает. И вот он, значит, сам покрасился, и мимо там, опять же, на этой лошади проезжает. Она выходит и говорит, Джон, к чему эти условности? Идем, переспим. Ну, вот ты, когда про этот соус начал рассказывать, у меня вот такая, скажем, аналогия появилась. Так для чего все-таки... Этот соус. Да, для чего этот соус? То есть это как предлог, правильно? Это не предлог. Если мужчина что-то ищет, я, например, могу посоветоваться с кем-либо, кто в супермаркете, что какой мне продукт выбрать, что вы пробовали, это или это, или это. И, ну, допустим, я хочу ее, например, закадрить. Вот. Я стою, мне понравилось все, мне этот соус. Вот мы начали разговаривать. Меня зовут Гарри, меня зовут Зина. Неважно как. А вы все время в этих острых соусах? Да, люблю это и это. Ну, хорошо. А что вы еще любите? Ну, например, я вегетарианка. Я говорю, ну, я тоже вегетарианец, например. А какую вы пищу предпочитаете? Какую больше? Индийскую, там, где, кстати, соус. Или обычную, европейскую, или американскую и так далее. Она говорит, ну, я люблю все, но там, где больше острее. Ну, индийское я тоже люблю. Ой! Я говорю, нам, наверное, стоит с вами увидеться, просто оценить индийскую кухню. И вот мужчина, получается, с ней знакомится. Она говорит, ну, он острый соус любит. Вроде бы симпатичный. Ну, вроде бы не лысый. Ну, вроде бы вот всем моим вкусом. Двухметрового роста, например, я. Давай-ка, ну, давай я встречу с ним. Что там, что он мне там же не будет насиловать меня в этом индийском ресторане? И вот мы идем туда. Я ее приглашаю. Я говорю, вот я знаю здесь вегетарианскую кухню и так далее, и так далее. Вот мы с ней встретились. Это только пример. Это не просто так. Пример. Можно быть и мясным, и можно быть и плотоядным, и можно быть только на рыбе сидеть, и так далее. Это только пример. И вы, когда мы сидим в ресторане, разговариваем, естественно, «А как ты пришла к этому, к вегетарианству, например?» Она говорит, «Вот я вот там то-то, то-то». Я говорю, «А я вот то-то, то-то». «Ой, мы с тобой встретились». Она думает, «Е-моё, если совпадает мое, то, что я первое, вот я ему понравилось, значит, он... Я ему понравилось, значит, он меня приглашает. Если он меня приглашает, значит, я ему тоже понравился, я к нему пойду. У нас совпадает вкус в соусе, в кухне, и совпадают у нас мысли, потому что мы уже развили больше тему о том, как это все пришло к вегетарианству, потому что нормальный человек к вегетарианству может или прийти, или не прийти, как он хочет. Но вот именно та концепция встречи друг с другом основана на интересах общих, таких обычных. Потом вдруг, потом вдруг, как получается, что мужчина говорит, «Ты знаешь, я вот хожу в один клуб, например, и там я пою мантры или там еще что-либо». Он говорит, «Я тоже туда хожу, е-мое». И вот это тоже общность интересов начинается. И вот общий интерес и то же самое может быть и в библиотеке знакомства, и знакомство на улице и так далее. Везде такое вот происходит. Я просто взял как пример. И вот женщина с мужчиной входит друг в друга, и они вот смотрят, вроде бы все у нас хорошо, вроде бы интересно с ним иметь дело. Я говорю, «Знаешь, после ресторана мне было очень с тобой приятно, если возможно, можно мне к тебе позвонить? Я к тебе еще раз позвоню, и мы с тобой встретимся». Она говорит, «Ну да», и про себя думает. Не пристает, ничего, нормальный парень, но я с ним встречусь, мало ли, кто это вообще. Может, друг, может, подружимся и так далее. Что женщина думает? А мужчина, скрытый контекст у нее, если женщина уже понравился, он на нее потратился, и он хочет с ней видеться, значит, получается так, что у него прокручивается краткосрочный порнографический фильм, как он ее будет уже, в принципе, использовать на дальнейшей связи. Только от нее зависит, как я сказал предыдущим, какую категорию он ее положит. То есть, или категория просто так, или что-то серьезное. Гарри, как бы понятно то, что ты сейчас рассказываешь, только мне лично непонятно, чему ты это рассказываешь. Давайте переходить, ну, понятно, что путь в постели лежит через соус, это мы выяснили. Причем, да, и через индийский ресторан, это мы тоже выяснили. Конечно. С мантрами мы еще там потом поговорим. Ну, а вот для чего, это что, рецепт, как знакомиться мужчине с женщиной, или что? Это, Миша, Майкл, извини, это не рецепт, это более серьезно, это самое начальное знакомство, когда женщина типа привлекает мужчину, сразу говорю, сексуально, если она понимает, что это такое. Как на самом деле происходит со стороны мужчины? Везде так. Если мужчина видит, как говорится, отзыв от этой женщины, что я тебя привлекаю, коль ты со мной встречаешься, значит, получается так, женщина, с которым встретился, тоже его привлекает. И вот, к чему это все ведет, это все потихонечку идет к главному. И вот, мы встречаемся второй раз. Я спрашиваю, какое у тебя отношение, например, к вину? Она говорит, положительное. Я говорю, какое ты вино любишь? А я вот хочу уже ее уже, говорится, посмотреть, кто она такая за интерес. Ну еще. Какое ты любишь вино? Она говорит, я люблю Мерло. Окей. Я тоже очень люблю Мерло. Она говорит, ё-моё, у нас вкусы совпадают даже и в вине. Это она думает. Это не я думаю. Это она думает. И когда я начинаю с ней встречаться, вот уже, я узнаю, и вот она базируется только на своих ощущениях, если ее мировосприятие совпадает с мужчиной, с его мировосприятием, то есть внутренним стержнем, и возможность в дальнейшем что-либо замутить вместе. Вот она вот встречается с ним и базируется вот только на этих, на своих ощущениях, что она чувствует в присутствии этого мужчины, без, как говорится, секса. Гарри, ну, ты исходишь из предположения того, что эта женщина в этом супермаркете или в индийском, ну, немного, нечасто в индийских супермаркетах. Ну, не только в индийских. Да. Ну, в любых. Нечасто происходит знакомство. Во-первых, как ты можешь знать, а вдруг она замужем, эта женщина? Вот, когда ты общаешься, к примеру, на интернете, ты, так сказать, во-первых, там нету людей, ну, как правило, будем так говорить, меньше людей, которые, там, замужем или женаты. Ну, мужчины может быть много, женщин меньше. То есть, как бы там, по идее, по определению, это одинокие сердца, мы это сразу знаем. А когда мы где-то видим, это довольно сложно. Конечно, с соуса можно начать, только вот как выяснить, о том, самое главное, чтобы потом не получить, так сказать, по фейсу. А за что получать по фейсу? Мужчина предлагает, женщина говорит, я не против, значит, она уже встречается. Меня что, она волнует замужем, не замужем? Я же такую идею не держу, чтобы с ней взять и познакомиться, подойти просто так, познакомиться с ней, пригласить, ну, может быть, допустим, для секса, хорошо, для секса я ее приглашаю, но меня это не волнует. Она замужем, не замужем? Кто она? Что она? Откуда? Меня не волнует. Нет, класс. Секунду. У нас сочетание во вкусах, сочетание в еде, сочетание в интересах, то есть, ну, мы поем мантры, например, или там читаем одинаковые книжки, ну, Пелевина, например, Пелевин, нормальный автор. Вот. читаем такие книжки, мы сошлись на Пелевине, мы начинаем обсуждать эти книжки, то есть, общие интересы у нас уже какие-то появились. И вот, я ее приглашаю один раз, второй раз, третий, она думает, а чего он ко мне не пристает? Чего он, вот, в принципе, нормальный парень, он хочет со мной, вот видно по нему, что он показывает, поцеловал меня, обнял, подержал за руку. Он же проявляет, а почему он ко мне не признает? Ну, я что знаю, как надо, другие не знают, прямо лезут, а я потихонечку, я как чайка, выжидаю. В прошлом интервью я уже говорил, я выжидаю, что она будет предпринять. Если она, я сразу увижу женщине, она заинтересована мной или нет? Потому что она излучает такие вибрации, те вибрации, которые, в принципе, я посвятил изучению, пять лет уже с ними работаю, то есть, если женщина чувствует, что я несчастлива, такие же вибрации оттуда и идут. Я думаю, блин, она еще с мужем своим разобралась, зачем она мне нужна? Это же одни проблемы. Или женщина, например, говорит, я просто хочу, ну, поразвлечься. Без проблем, она так себя и ведет. Но если у нее там, ой, у меня больная мама, там, брат наркоман, еще что-то, я вижу по ней, что она это все излучает. Мужчина это быстро разбирается. Точно так же, как женщина разбирается, три секунды, мужчина ей подходит или не подходит, после первого же поцелуя, например. Раз ты говоришь, ты пять лет занимаешься изучением этого вопроса со стороны женщин, давай ты расскажи, как тогда чувствует эта женщина? Что должна чувствовать? Что из себя представляет человек, который хочет с ней познакомиться, намерение этого человека? беспроблемно. Беспроблемно. Она чувствует, во-первых, мужчина, как мы уже говорим, что подобное притягивает подобное. Если она знает себе цену, она знает, кто я, она знает, что я хочу, она знает свои требования, потребности и желания, что она ищет, это одно. Вот встретился сапарий, он меня пригласил, ну ладно, пойду с ним, посижу, посмотрю, как он. И во время свидания, я, например, это не свидание, а просто встреча. Она тоже его может, говорится, поднести в friendzone и как быть другом. Но мужчина не может быть другом женщины, всегда найдется сексуальный контент, всегда. Так вот, я еще не закончил с этим делом, потому что рассказ-то другое. Вот, допустим, они уже решают встречаться. Произошел первый секс. То, что там химические реакции, сегодня тема не об этом. И вот, например, мужчина к ней приходит, уходит. Она... Еще не дошли до такого, что она приходит к нему и уходит. То есть они не делятся еще ключами. Они просто встречаются ради интересов, ради секса и так далее. Вот он приходит к ней. И вот тут начинается самое главное. Был вопрос задан, как женщина распознает, подходящий или неподходящий мужчина. Только две категории. Он мне подходит или не подходит. В это время, он говорит, если она уже к себе его принимает, он ей предлагает, она принимает, а коль она уже приняла его, он эмоционально нормальный, он интеллектуально нормальный, он имеет интересы такие же, как и я, дай-ка я его впущу в себя. И вот она впускает его в себя. А мужчина почему-то говорит, она мне дала. Не приняла меня, а дала. А женщина говорит, я принимаю, давай, вот твоя энергия со мной сочетается. Давай приходи ко мне. А вот дальше посмотрим. Гарри, у меня к тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, по демографическим признакам, принципам, есть ли разница? Вот ты общаешься, большей частью, все-таки с, наверное, среди твоих клиентов не только люди, проживающие на территории Соединенных Штатов, поскольку мы сегодня в интернете, у нас общение происходит, то среди твоих клиенток женщин, которая проживает на высшем Советском Союзе, на территории бывшего Союза. Вот есть ли разница между теми женщинами, которые находятся здесь, в Соединенных Штатах, но все-таки специфика проживания диктует свое, и все-таки менталитет уже другой, по сравнению с тем, как было когда-то, когда-то в Советском Союзе, и как сейчас на территории СНГ. Понятен вопрос? Понятен вопрос такой, если женщина покинула, например, два-три года назад, покинула СНГ и приехала сюда, это одна женщина. Та женщина, которая приехала сюда в лихих 90-х, это другая женщина. Та женщина, которая приехала в лихих 70-х, ну, не 70-х, 80-х после Олимпиады Московской, это уже другая женщина. То есть, другими словами, это есть разные типы миграции, разные ментальности, разное все остальное. Приятно работать с теми, которые, например, вот только приехали, например, потому что там уже другая совершенно жизнь, другая ментальность, другое отношение к жизни, ко всему остальному. Сюда не приезжают за колбасой, как раньше приезжали в 80-е годы, когда был дефицит в Советском Союзе, был полный. Сейчас приезжают от изобилия в изобилие. Да, есть такие, которые приезжают, например, с далеких там вне больших городов. Да, там может быть меньше, но все равно там же все есть и так далее. То есть, за колбасой сюда не приезжают. Сюда приезжают за лучшую жизнь. Понятно. Но я хочу более тогда конкретизировать мой вопрос. Среди моих личных знакомых есть достаточно много людей, которые, ну, все-таки центры, все-таки общения есть, которые уже находятся здесь. Они приехали сюда по вызову. Они приехали сюда воссоединиться с человеком, проживающим на территории Соединенных Штатов. Разумно. Да. То есть, мотивация может быть разная, верно? Мотивация одна, ну, влюбилась в этого американца. Опять же, что значит, какого американца, русского или обычного? Ну, мы сейчас говорим про женщин. Пока. Давай, давай, в общем, а потом перейдем к частности. Хорошо. Но большей частью, поскольку, еще раз, я общаюсь, я знаю, они приезжают сюда совсем для другого. Они приезжают сюда, ну, за лучшей жизни. Что самое интересное, полнейшая иллюзия, поскольку то, что там люди знают, или то, что мы знаем здесь, о том, что происходит там, совсем не соответствует действительности. Для этого надо пожить здесь, и там достаточно много лет для того, чтобы как-то что-то с чем-то сравнить. Если такого нету, забудьте об этом, что тут так здорово и замечательно. И вот приходит реализация. Все-таки мотивация женщин из твоего опыта какова большей части? Они хотят создать семью, они хотят вырваться за пределы того, где они проживают, за лучшую жизнью, как вот ты считаешь это происходит. С точки зрения женщин. С точки зрения женщин, которые приезжают сюда в Америку, для того, что ты перечислил, это сразу, или хотя, да, это сразу надо брать консультацию вот таких, как у меня. Почему? Потому что рассказываешь, что когда они сюда приезжают, например, для лучшей жизни, первое, что они должны сделать, это первое, самое первое, полюбить ту страну, к которой они приехали. Потому что без этого, если они приедут сюда с претензиями, как неизвестно к чему, одни будут эти претензии нести в своих эмоциях и выносить мозг, как говорится, мужчине, который приехал по поводу этой страны. Все не ее. Например, если в Германии вот женщина мне говорит, приехала в Германию, он мне считает каждую минуту мытья в душе. Я там привыкла стоять по полчаса, а полчаса в Германии это уже там очень много денег, когда вода, перо стольется. Здесь пока этого нету в Соединенных Штатах, это пока, но скоро это будет. Так вот, она должна учитывать особенности, она должна знать эту страну, она должна знать понять, должна понять, что она должна учить английский язык, надеяться на мужчину, не надо, он не будет ее тянуть. Мы любим тянуть женщину, мы любим поднимать ее на руки, мы любим ее нести, но мы не любим ее нести всю жизнь. Мы любим ее нести тогда, когда нам хочется, когда мы чувствуем с ней настоящими мужчинами. То есть, я говорю о нормальных мужчинах, а не каких-то там беженцев и так далее. Так вот, она приезжает в страну, должна первое, полюбить страну, второе, она должна знать обычаи этой страны, третье, она должна знать, к чему готовиться, четвертое, она должна знать, что этот мужчина не такой, как мужчина там, и у него есть особенные взгляды, интересы и понимание этой жизни, потому что он осознанный, он зарабатывает деньги, он знает, что он хочет, он в принципе ищет то, что он хочет искать. Если он ищет, например, того, кто будет просто домохозяйкой, это одно, но он-то хочет более другое. И последнее, что женщина должна знать, что она должна быть счастлива до приезда в эту страну, например, вот в Америку, должна быть счастлива сама и счастлива с мужчиной, то есть есть ты, я счастлива, нет тебя, я счастлива. И в процессе вот этой установки она должна знать, куда идти, что учить и так далее, то есть развиваться, а не сидеть и готовить ему борщи, там еще чего-либо или что-то еще такое там и приглашать его американских друзей, а если к американцу, естественно, русских друзей, а с американцем вообще-то другое дело, там с кем общаешься, самый идеальный вариант это русский американец, который здесь прожил, который понимает, что такое Оливье, который понимает, что такое селедка под шубой и так далее. Это он знает. Это самый идеальный вариант. Нужно выйти просто так за американца и учить адвокатский язык, для того, чтобы с ним общаться, чтобы обсудить, что как, это утопия полная. Ну, тем не менее. Хотя хорошая, хотя хорошая. Потому что это другие цели. Способ вырваться, ну, человек хочет уехать, прямо так будем говорить. Способ уехать один. Более того, люди готовы, я знаю таких людей, в свое время и ко мне обращались по этому поводу, которые готовы платить. Мы знаем, есть браки по расчету, конкретные, и даже есть квоты, или есть, так сказать, ну, конкретная сумма, которая стоит, вот, чтобы выйти замуж до американца, получить вид на жительство. Хорошо, нормально. Да. Про расчету нормально, тогда, когда она платит и хочет получить и просто жить здесь. И все. Ну, как только женщина знакомится с мужчиной и как только она начинает с этим мужчиной иметь дело, то есть, сексуальные дела, это, опять же, надо не забывать, что включается у нее. И так как женщина считает, что если я ему с ним переспала, я с ним очень много сплю, значит, он мне должен почему-то вдруг, ничего он не должен этой женщине, по идее. Вообще не должен. Он должен тогда, когда они станут легальными муж и женой. И вот когда женщина выходит, как говорится, это называется секс без любви. Ну, будем прямо говорить. Любви нету, а секс есть. Вот она пришла, надеется себе поднять. А потом дальше я посмотрю, что там будет. Это так обычно женщина сюда и приезжает. 90%. Я с ним начну, а дальше я сама разберусь. И она думает, что разберется. Нет. Она становится полностью заложницей дома, заложницей кухни, заложницей постели, заложницей общения, потому что там не сильно много пообщаясь. Они же говорят на другом языке. А если русский, то говорят на том языке. Но они все равно отличаются от меня. Значит, я должна что-то сделать. Она становится полностью зависима от мужчины. И когда женщина полностью зависима от мужчины, вот здесь начинаются проблемы. Самые, самые главные проблемы. Какие проблемы? Рассказать? Рассказать. Женщина подстраивается под мужчину. Она ни в коем случае вообще не должна подстраиваться. Она не может ему ничего сказать, потому что он же спонсор. А я от него завишу. я мамина в Крыжополь посылаю деньги. Его деньги не мои заработаны. А я не могу пойти заработать, потому что меня требует убрать его дом, квартиру, приготовить ему. У меня нет времени. Тем более, я еще что должна? Попросить ему денежки на маникюр, на педикюр. Я же должна быть красивая, с пальчиками. Я должна быть вот такая тасанка, как у меня, например. Пойти в джим, позаниматься, выглядеть себя хорошо, чтобы он меня хотел, чтобы он со мной был. Взять его денежки, послать своей маме и так далее. Пользуется полностью зависимость стопроцентная от мужчины. И потом она должна молчать, если он что-то скажет ей, ты не так сделала. Она вталкивает себя, вталкивает и собирается потом вот такой вот, чтобы было видно в камере. Ну, примерно вот так собирается. И потом один прекрасный момент, это взрывается. И взрывается вынос мозга этому мужчине. Она хочет выплеснуть все из себя, то, что она накопила. Она в любой форме выражает, ты меня используешь, ты меня не любишь, потому что у меня здесь накопилось вот такое вот все. Ты меня не хочешь. Как женщина, потому что, ну, естественно, уже секс не такой, как в первые месяцы, например, или там два месяца. Да, может быть, два-три раза в неделю. А раньше было каждый день. Ты меня не любишь, что со мной не спишь и так далее. Ты здесь фыркаешь, ты не понимаешь, твои друзья на меня жалуются, потому что я не такая, как они. Я не понимаю, что такое различие, например, что такое дайнер и почему там нужно кушать. Я понимаю, я не знаю, что такое ланчанет. Я это тоже не понимаю и так далее. И с этим я спорю. Я не понимаю, почему женщина должна делать это, а это делать. Это все внутри семейные конфликты. И мужчина начинает уже не понимать, почему эта женщина, которую он видел год назад, была одной, а стала другой, потому что она все в себе подавляла, подавляла и не высказывала ему сразу. А для того, чтобы высказывать мужчине не сразу, нужно быть наравне, на одном уровне с ним. Ну, чуть-чуть, может быть, меньше, чуть-чуть. Но вообще нужно быть чуть-чуть выше. Почему? Потому что она должна высказывать ему свои претензии сразу. А чтобы высказывать сразу, надо чувствовать внутреннюю силу. А внутренней силы нет, потому что она спрятана под этим уровнем претензии. Спасибо, Гарри. Ну, идея понятна. У меня вопрос к тебе такой. Еще раз. Мы предположили о том, что мы будем беседовать по поводу и виртуальных знакомств тоже. Ну да. знакомств в интернете. Давай перейдем к этому моменту. У нас время не так много остается до окончания нашей программы. Конкретно вот знакомства по интернету. Ну, у нас есть социальные сети, мы их все знаем, мы там общаемся. Есть ли разница между знакомством по интернету и знакомством реальным, поскольку соуса, запах и вкус не чувствуется. Этикетки только можно посмотреть там. первая там наша, скажем, аналогия была. Вот. В чем опасность, если она есть, вот, знакомство на интернете? опасность в принципе в том, что попадешь к маньяку, который там будет тебя избивать каждый день. Ты приедешь к нему, и он тебя начнет избивать, например. Ты, прости, имеешь в виду, приедешь, имеются в виду люди, которые находятся там? Ну, например, ну, что значит по интернету знакомство? Если сайт знакомств, это одно, это очень большая тема, моя любимая тема. Вот. А если, например, по Facebook или в социальных сетях, например, ну, ВКонтакте, ну, опять же говорю, иностранцы ВКонтакте не зайдут, а зайдут только на Facebook. То есть, иностранцы кто? Кто живет здесь? Их ВКонтакте не волнует. Давай поговорим про твою любимую тему знакомства. На сайте знакомств. На сайте знакомств. Хорошо. Составление анкеты все тайны знакомств на интернете это за формат этой передачи не расскажешь никогда. Это нужно часов пять об этом говорить, потому что там очень большая такая специфика. Я рассказываю всем одну и ту же историю, которая со мной была. Когда я развелся со своей женой много лет назад, я естественно ушел от нее и переселился. Сначала жил у родителя, потом переселился к другу моему и жил там. И вот мне чувствовало чувство одиночества. Почему? Потому что все-таки какой-то брак в течение 17 лет, это не какое-то, это много чего, двое детей. Наложил отпечаток на мировоззрение, на все остальное. И я сел в подвальном, это на английском называется basement, в подвальное, полуподвальное помещение, где можно в принципе жить. И он мне предоставил место жительства, потому что у меня больше негде было жить. И я начал выходить на интернет благодаря своему ноутбуку, лаптопу, как называть как угодно, и начал общаться с женщинами. Я пошел на сайт знакомств. Почему? Потому что я тоже, как любой человек, нуждается в любви. Я тоже хочу, чтобы меня любили, я хочу кого-то любить. И почему-то я думал, что я могу кого-то любить, после того, что я еще испытывал. Но я все равно испытывал чувство одиночества, поэтому мне надо было общение. И вот на сайте знакомств я написал, что я такой-то, 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 вот так и написал. Потом кому-то подмигивал, кому-то там говорил, обращался, кого-то приглашал. И можете, мои слушатели, вот Майкл, он, наверное, не знает эту всю историю. Я встречался, но, может быть, провел 200 знакомств, которые были у меня на интернете. 200 знакомств. Ты знаешь, что я там спал со всеми и там все. Просто такие вот кофе, встречи, там, кушали вместе и так далее, разговаривали. И вот я разговаривал и общался. В принципе, с этого и у меня началось то, что когда женщины начали меня спрашивать мужское точку зрения о каком-то мужчине, когда я смотрел, например, на анкету этого мужчины, например, Facebook, мне говорило, что ты думаешь об этом? Я говорил, ну, я вот думаю о нем это, это, это и это. В принципе, вот так. Она говорит, нет, он не такой. Я говорю, ну, хорошо, иди на свидание, ты увидишь. Ты увидишь, кто это такой. Когда она шла на свидание, через 40 минут после свидания, она говорит, Гарри, то, что ты мне описывал здесь, все правда, как ты знаешь, как ты узнал? Я говорю, как я могу узнать? Мужчина, мужчину видит сразу. Мужчина видит сразу, кто это такой, его интересы, его отношения к жизни, что он делает, какие-то посты, о чем он пишет, как он выражает свою мысль. Плюс, платит ли он деньги за членство находящих в этой группе, чтобы познакомиться с кем-то. Потому что все обычно шаровики идут там, где бесплатно. А, может, какая-нибудь клюнет там какой-то там, какая-то рыбка там, маленькая такая. Ну, поимею эту рыбку, и все. А если он уже хочет что-то найти серьезное, он идет на серьезные сайты, где платят 10, 15 долларов, 20 долларов в месяц за членство в этом. В Америке этот джейдейт, ну, здесь заменита такая штуковина есть. Не буду рекламировать себя в этой передаче, но меня связывает очень много с этим джейдейтом. Вот. И вот они описывают, и они вдруг видят то, что я сказал о соусе, да. Она пишет, что я люблю это, он говорит, я люблю это. Почему-то, кстати, у тех и других они думают так, что если они как меню в ресторане откроют, вот посмотрят, это, это, это отметит, им принесут, в ресторане это привесут, но на сайте знакомств это не принесут, никогда, потому что это все разное. И главное еще, что всегда хотят люди приукрасить себя, показывать себя не теми, которые они есть на самом деле. Вот. Но есть такие, которые пишут правду. Те, кто, например, женщина, ставит фотографию, ей, например, 38 лет, но не хочет говорить, что ей 38. И она поставила такую фотографию, на которой ей вроде бы кажется, что она выглядит моложе, 30-летнюю. Я ничем не изменилась за 8 лет. Вот она ставит эту фотографию, вот я такая. Мужчина смотрит, приглашает ее на свидание, смотрит, говорит, ё-моё, ты же моложе была вроде бы. Нет, я так же выгляжу, мне все так говорят. Это женская ментальность, а мужская ментальность совсем другое. Что видишь, то и имеешь. Я думаю, что Майкл сделает специальную передачу по интернет-знакомствам, так я там больше могу, конечно, рассказать о специфике встречи на интернете. потому что там каждое слово произнесенное там очень важно. Я не понял, ты предлагаешь открыть интернет клуб знакомств в Сангей-центре? Не, ну, если вот у нас такая сейчас формат передачи просто ознакомления и всего остального, если... Дорогие друзья, я должен обратиться к нашим женщинам, которые нас слушают, которые нас будут слушать. Ну, мы как минимум уже имеем несколько рекомендаций. Одна из таких серьезных рекомендаций. Первый вопрос, который вы должны задавать своему будущему партнеру, избраннику, не знаю, какой соус типа тебе нравится. Вот такая рекомендация у нас была от Гарри Маркелова. А какие все-таки главные, может быть, другие рекомендации ты посоветуешь женщинам? Как узнать мужчину? Как узнать мужчину? Для того, чтобы узнать мужчину, надо с ним разговаривать. Разговаривать обо всем. И особенно о первых трех свиданиях. Почему? Потому что, если после третьего свидания мужчина пригласит женщину на четвертый, это означает, что он на нее какие-то виды имеет. Я не говорю о том, что нужно спать с ним на третьем свидании и на четвертом. Это другая особенность. Если опять же Майкл захочет, мы сделаем по поводу секса и всего остального. Это много чего расскажу, что мужчина думает в этот момент. Гарри, прошу прощения, но ты сейчас говоришь о том варианте, когда они проживают как минимум в одном городе. Но ведь сайты знакомства это же не обязательно в одном городе. То есть как раз таки помогут. 100%. Да. Это я понял вопрос. То есть мужчина, например, если он женщина ему закинула удочку, там у меня есть специальный урок. Если Майкл позволит, я вам смогу выйти на этом радио, в формате этого радио, выделить специальный урок по общению с мужчиной на интернете. Ну, буквально там ролик на 5-6 минут. Я объясняю женщине, что нужно сделать с мужчиной для того, чтобы он захотел, например, приехать в ту же самую или Россию, или, например, с Лос-Анджелеса приехать в Нью-Йорк. Что нужно сделать женщине, чтобы этот мужчина начал действовать как-то? Это я в формате, опять же, не могу рассказать, но нужно просто скажу коротко. Мужчине нужно на интернете создать фантазию. Все мы любим фантазировать, особенно женщины. Мужчины тоже любят фантазировать, потому что мужчина представляет, как она ко мне приедет, что я буду там с ней делать, куда я ее приглашу, и сделает себе действие на, ну, допустим, два-три свидания. Вот такие вот свидания очень опасные. Почему? Потому что это называют такие вещи, это называется bubble relationship. Что означает? Мыльный пузырь, который женщина приезжает, показывает себя с лучшей стороны, мужчина показывает себя с лучшей стороны, недельку провели время, на пятый день они поспали вместе, два раза поспали, три, четыре, пять, неважно. За недельку она взяла, он, вернее, взял и уехал туда. Она к нему пишет и говорит, ну, как там, Майкл, все хорошо? Он говорит, да, Маринка, да, классно все, мне было нормально. Чего там? Мы там классно походили, вот ты в Нью-Йорке здесь, я живу возле пляжа, мы походили с тобой на пляж, пошли туда в Манхэттен, погуляли туда-сюда. Классно. Естественно, классно. И вот она думает, если ему классно, значит, я ему понравилась, значит, я на что-то претендую больше. И вот я хочу с этим человеком быть. А этот человек вдруг исчез куда-то. Вот почему он исчез, неизвестно. Все же было классно. Я же ему, ну, в детстве он как сырку в масле катался. Все же было классно. В чем же проблема, почему он исчез? Это уже другой вариант. Это уже, опять же, не в рамках этого передачи, почему мужчина исчезает. Так вот, для нее это классно. И она ждет, чтобы он сделал ответный, ну, ответ дал, вот, отзыв. Он говорит, мне с тобой, Маринка, было нормально, все хорошо. Я думаю, что ты ко мне приедешь, ну, например, 1 июля, я тебе куплю билеты, вот приедешь ко мне в Лос-Анджелес, мы здесь покайфуем. Она приезжает, значит, секс был, все было, все нормально, все хорошо. Он ее приглашает к себе дом, смотри, вот это у меня, вот это, вот здесь у меня это, если это квартирка, вот это. Нам с тобой на двоих хватит, он типа ей говорит, нам с тобой двоим хватит. И вот она живет здесь в этом неделю, например, потом уезжает обратно в Нью-Йорк, работает к себе. И опять начинаются вот эти вот переживания. Как вы думаете, накопление эмоций при совместном, при совместном общении, вот как в реальном мире происходит. Сколько эмоций они испытывают? Никаких вообще. Они вместе не живут. Они на постоянной основе не встречаются с мужчиной. Они встречаются только, как говорится, для проведения хорошего времени. Неделька там, неделька там, через месяц. И, естественно, не будет видно тех самых интересов, будет видно только этот соус острый. Будет видно сочетание интересов про чтение мантр там или там, ну, не важно что. Вот. Или книг, библиотек, или каких-то выставок и всего остального. Только это и больше ничего. Плюс секс. Естественно, там, 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 там. Он приехал к ней, она приехала туда, туда, сюда. И вот такие вот отношения. И женщина мне пишет. Я с ним уже два года так общаюсь. Я говорю, ты с ним будешь и пять лет так общаться? И муж-то хорошо. Он же не знает, как тебе принести хороший торт к тебе или там пирожное или там макарон какой-то, макарон, как он называется, не знаю. Вот. Не знает, как будет тебе прийти с шампанским, провести с тобой время. У вас такие вот отношения. Бабл – это пузырь, который потом так и все, и закончилось, и вы поехали. Два года ты с ним, но ты же его считаешь парой уже. Ты же его, он же тебе муж уже. Блин. Вот. Коль ты с ним живешь. А мужчину на таком опасном расстоянии, очень, большом расстоянии, очень опасно оставлять. Потому что мужчина не такой сидит, как вы сидите, женщины, которые меня сейчас слушают. Вы сидите, ой, мой мужчина, там, ну, 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 мой мужчина. Что? Я не могу пойти с другим. У меня же есть в Лос-Анджелесе другой человек. Это вы так говорите. А он, пффф, Маринка, я тебя не вижу, ты меня не проверишь. Почему ты ко мне не выходил на связь? Я был занят, моя милочка. Он занят был, он кого-то там уже, сори, я извиняюсь, кто-то меня видит. Вот. Он с кем-то там проводит время. Его трудно контролировать. Он два года не будет сидеть и ждать вас месяцами, пока вы приедете. Вот мы об этом говорим. Это отношения, как на расстоянии. Это хорошее, они могут привести. И кто знает мою историю, меня так и привело отношения на расстоянии. Моя жена была в России, я был здесь, и вот, ну, я как-то пытался что-то сделать. Но там другая история, неважно. Вот. Вот об этом. Ну, как мужчину подцепить на себя, как его посадить, надо ему внушить фантазии, держать его в сексуальном напряжении. Нужно ему показывать, что он самый главный, самый хороший и самый сексуальный в ее глазах. Тогда мужчина будет задумываться, нужна она мне или нет. Хорошо. Дорогие друзья, время неумолимое, оно движется, и порой оно движется очень быстро. Вот и пролетело время, ответенное на эту программу. Я хочу напомнить о том, что с нами в гостях у нас, в гостях у центра Сангейца, был дейтинг-коуч, специалист, эксперт по знакомствам, Гарри Маркелов, причем, дорогие женщины, должен сказать о том, что Гарри Маркелов, вам объясняет, как ведет себя мужчина. То есть, ни одна женщина, если вы к ней обратитесь, не может объяснить то, как думает мужчина, в силу того, что она на мужском теле. Гарри Маркелов, находясь в мужском теле, может вам объяснить, как думает мужчина. Мы будем встречаться, вообще-то говоря, с Гарри и с другими экспертами в этих вопросах, потому что мы планируем еще проведение такого саммита, который будет называться «Гармония семейной жизни» или «Как создать семью», или «Как познакомиться». вот Гарри Маркелов нас знакомит с тем, имея богатый, так сказать, опыт своей жизни и изучая конкретно вопросы, как думают женщины, так думают мужчины. Я надеюсь о том, что когда вы будете смотреть эту передачу в записи, вы будете оставлять свои комментарии, вы будете оставлять свои предложения и задавать свои вопросы, на которые мы будем отвечать. Скорее, я хочу сказать, что у меня тоже есть какой-то опыт, естественно, проживая здесь 25 лет, я могу сказать, что я еще в каком, ну, не помню, в 90-х годах, в начале 90-х годов, я читал такую статистику, мы сейчас не будем об этом говорить, поскольку времени у нас мало, а статистика заключалась в случае, возможность или вероятность, ну, повторяю, это было 25 лет почти тому назад, вероятность встретить мужчину, женщине встретить мужчину, нормального мужчину, имеется в виду, который хочет долгосрочных отношений, который хочет создать семью, имеется в виду при условии, что они одинокие, естественно, а не просто провести приятное время, вероятность такая составляет, сколько бы вы думали, Гарри, сколько ты думаешь, такая вероятность? В смысле, какая вероятность? Повторю, вопрос, какова вероятность женщине встретить в Соединенных Штатах мужчину, имеется в виду, во всех смыслах нормального, ни алкоголика, ни тунеядца, ни развратника, ни желающего только юзать или использовать женщину в своих личных целях, ну, вот, именно, идеальный, такой, как бы, нормальный вариант создания семьи. Какова вероятность? Имеется в виду, конечно, что им не по 18-20 лет, имеется в виду, А сколько? А? А сколько? Ну, я не знаю, за 30, наверное, те, которые провели больше, 30 лет, это средний возраст, когда женщина в Соединенных Штатах 28-30 лет, когда не только женщина, молодые люди создают семью в этом возрасте, потом они еще пару лет гуляют. Я понимаю. Имеется в виду, наверное, все-таки лет 40, 50 процентов. 50? 50 процентов тем, кто после 30 только. Я вас должен разочаровать, вероятность намного ниже, полтора процента. Еще раз, не будем спорить, какова такая статистика, откуда взята эта статистика. Такая статистика существовала, повторяю, почти 20 чем-то лет тому назад. Вы знаете, я психологией занимаюсь очень много лет. Мне интересно, как думают люди, вот, Гарри, мы в этом где-то с тобой похожи, поскольку мне интересно, как думают две стороны. Я могу обстрагироваться, я лично могу обстрагироваться и стать на ту сторону, и, несмотря на то, что, естественно, я мужчина, как может себя думать, как может думать женщина. И мне было интересно, вот, в процессе общения, как действительно это происходит. ну, могу вам сказать, я, как бы, технически проверял какую статистику, ну, действительно, дико подавляющая, скажем, вот эта вот цифра в сторону того, что встретить сложно, и очень сложно. Уже не знаю, сколько ли, что-то изменилось за эти, там, 20 с лишним лет, поскольку у меня нету нежелания, невозможности опять это все проверять, но, во всяком случае, это очень сложно. С моей точки зрения, нету ничего плохого в том, что сегодня существует, наоборот, это хорошо, возможность общаться по интернету, поскольку 25 лет тому назад как бы и компьютеров было мало, естественно, это должны были быть какие-то клубы знакомств, куда надо было приезжать куда-то, как минимум звонить и так далее, и так далее. Вот, сегодня есть такая возможность, и это неплохо, то есть, как бы расширился ассортимент таких вот услуг, которые предоставляет интернет нам, поэтому в этом плане это хорошо, но еще раз было бы неплохо иметь экспертов, вот как Гарри Маркелов, ты хочешь что-то еще сказать, да, напоследок? Очень хочу, умираю хочу. Давай. Просто умираю. Давай. Я вот это слышу, я просто слышу, вот как только стали об этом говорить, как бы притянулось, вот было там несколько человек, вот сейчас притянуло больше. Не важно, сколько человек слушает нас, я скажу одну такую вещь про то, что касается знакомств, что интернет это очень хорошее, то, что там сказал, 50 на 50 процентов вероятности, это в действительности да. Почему? Потому что 50 на 50 это неизвестность, это не то, что там полтора процента, которые полностью обосновали, которые согласились с теми правилами, которые я сказал при знакомстве с иностранцами или с русскими американцами, например. я рассказал о статистике, что 50 на 50 это возможность, возможность, это как инструмент познакомиться с человеком на расстоянии, на двух континентах. Но, но, это то же самое примерно, я могу дать, когда мне спрашивают, вот я живу в Казахстане, он живет в Германии, вот это реальный случай, и я ей говорю, он живет в Германии, смотрите, когда-то было модно, и когда пол, четверть страны сидела, да, которые сидели и будут сидеть, вот, было модно заводить себе таких заочниц, так называемых, вместо интернета была переписка, переписка между мужчиной и женщиной, он был в месте заключения, она была там, и он ей писал там дифирамбы, такие дифирамбы выписывал ей, что она уже считала его мужем, она его ждала, пять лет, чтобы он после заключения приехал, он приезжал к ней, свою сексуальную энергию, то, что он там накопил, выливал на нее, и что она, думаете, она с ним жила, она с ним сделала пару, что он хочет взять мужа, который был за это вот, но он же писал, что он невиновен, что его подставили, и он сидел так, и вот она на этом сидела, так вот, женщины просиживают, просиживают, просто просиживают, время на интернете, для того, чтобы кого-нибудь там подцепить, кого-то иностранцу, для лучшей жизни, а для лучшей жизни, получается так, что она, никто, в принципе, в своей стране, она ищет лучшей жизни, она там, в стране беженка, и она хочет потянуться в другую страну, и там ее примут, но там не получится, там ее примет, такой же беженец в той стране, который видит в ней себя, а она видит в нем себя, и вот такие вот сходятся, и потом, когда он у него забирает паспорт, как в Турцию вызывают девочек, а потом ее и на проституцию, например, без паспорта, и так далее, в общем, вот такие вот вещи, то есть подробнее мы можем дальше поговорить, если будет интересно с слушателем. Да, спасибо, Гарри, какие-то, ты закончил какими-то страстями, там. Страсти закончить, это реальная жизнь, Майкл. Я понимаю, что здесь происходит. Жизнь у нас, мы выбираем сами свою жизнь, дорогие друзья, напоминаю, мы сегодня встречались с дейтинг-коучем Гарри Маркелов, Нью-Йорк, США, и спасибо вам за то, что вы были с нами, вопросов вы не задавали, поскольку все было наверное ясно и понятно, рекомендации вы получили, вот, с соусом мы разобрались, осталось разобраться с более такими серьезными вещами, но мы это будем делать периодически, встречаясь, в данном случае, Гарри Маркелов, будут еще люди, психологи, с кем мы будем общаться. Спасибо, всего доброго, Гарри, спасибо. На здоровье, всегда. Дорогие друзья, до новых встреч, мы будем с вами встречаться, в данном случае, первая такая встреча у нас состоится совсем скоро, на следующей неделе мы будем общение, и буквально через пару дней выйдет наш новый анонс на саммит, вот, но об этом в следующих передачах. Спасибо, всего доброго, до свидания, всего класса. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»